Здравствуйте, друзья! Записываю урок по йоге для продолжающих возраст, подростки-взрослые. Начнем с настройки. Прикрываем глаза, сидим на ягодицах, на седалищных косточках. Спина прямая, плечи отвозим вперед, наверх, назад и опускаем вниз. Вытягиваемся за макушкой наверх, руки расслаблены. В этот момент внутри мы проговариваем внутреннее намерение, сантальку, то, для чего мы сели на коврик, для чего мы сейчас будем заниматься. Помним про Ахимсу, про Сатию. Помним о том, что если мы сейчас не можем, например, сесть на шпагат, мы не стараемся это сделать любой сценой, а мы делаем так, как мы это можем, чтобы не нанести вред своему организму. И дышим полным йоговским дыханием. Сначала набираем воздух в живот, затем грудь. И выдыхаем сначала грудь, опускаются лёгкие, затем живот. Дышим где-то 3-5 минут. Для удобства можно положить ладони одну на живот, другую на грудь. Чтобы лучше чувствовать, как работает живот, и как работают лёгкие. Дышали, затем переходим к дыханию капалабхати. Как делается дыхание капалабхати? С инскритом приводится ясный череп, имеет очень много положительных эффектов. Мы чувствуем после него ясную голову, защищаем свою кровь кислородом, повышаем обмен веществ. Мы делаем риски выдох через нос. Вдох произвольный, а живот при этом, как будто, хочет прилепнуть к позвоночнику. Начинающие делают 24 раза, продолжающие, допустим, 54 раза. И те же, кто более продвинутый, могут сделать 24 раза. Мы делаем 98, но не сдаваем Dependent. Да, мы будем подходить над rechts. Мы не сдаваем 450-5 минут. Вдох pot. Дышим кроется 3 чот-6 минуты. Возвращаем дыхание, если вдруг чуть загружилась голова, можем сделать джиланхару-банху, прижать наш подбородок к ключичной впадине. На этом настройка заканчивается и начинается разминка. Разминка состоит из начала пози стола. Мы делаем кошки, прогибаемся на вдох, плесницы, выдох, встрибляемся в спину, вдох, выдох, вдох. Видим, что у нас кисти находятся под плечевыми суставами коленей, под разобедренными, и разминаем позвоночник, делаем его пластичным. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Затем работаем с грудным отделом, поднимаем руку наверх и заводим ее вниз, вдох, выдох, вдох, поднимаем наверх, выдох, уходим вниз. Вдох, выдох, выдох, вдох, выдох, а затем остаемся внизу, еще больше скручиваемся в грудном отделе, делаем это на другую сторону. Стараемся смотреть за рукой, или смотрим за рукой наверх. Смотрим за рукой в сторону, смотрим из-под плеча наверх. Если легко, можно еще продвинуться за рукой. Для тех, кто занимается дольше, можно усложнить, это можно вытянуть, если у нас левая рука в скручивании, вытянуть правую ногу назад, вытянуть правую руку вперед. Можно поднять руку наверх и собираем все в кучу, выходим обратно. Затем садимся на ягодицы, делаем езду на лошади на 1 минуты, уходим вниз, прогибаемся, стараемся прогибаться позвоночник наверх, выдох, скругляемся в спине. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Также продолжаем работать с позвоночником. Вдох и выдох. После этого мы перекатываемся снова в поле стола. И уходим сначала в план. Кобочек подкручиваем, хвостик подкручиваем, носочки под пяткой и уходим в собаку подкручивость. Для начинающих лучший вариант с согнутыми ногами. Для продолжающих стараемся опустить пятки на коврик. Выталкиваем ладони наверх. Самое главное в собаке морды вниз, чтобы мы вытянулись в спине. Чтобы мы почувствовали это вытяжение в лопатках и как грудная клетка тянется вниз к коврику. Тянемся с собаке морды вниз. Затем мы отрываем правую ногу от коврика. И выносим ее вперед в позу бегуна. Отстраиваем бегуна. Колено мы строго под пяткой. И тянемся газом вниз. Для продолжающих мы начинаем делать движение. Вводим ногу назад. Носочек тянем на себя. И вперед. А джинниасами мы тянем тасы здесь. На себя. Мы проглотаем динамикой. Затем можно постоять в статике в каждом из положения. При этом с поселением за спиной, чтобы она у нас была прямая и не скреплялась. Затем мином ноги. Подним сюда. Другая нога. На себя. На себя открытый звезд. Для продвинутых можно делать этот вариант стоя. То есть мы в пользу бегуна тянемся вниз. А затем тянемся. Тянем прямую ногу на себя. Утромляем левую ногу. Здесь выпрямляем правую. На этом заканчивается разминка. Начинается подготовительная часть. Подготовительные части. Так как в основной части сегодня мы будем работать с дизобедренными суставами. То в подготовительной части логично мы будем готовить наши бедра, наши дизобедренные суставы к работе. В чем состоит подготовительная часть? Мы выходим в Адхамурха Шванасану. Поднимаем ногу наверх. И раскрываем бедро. Работаем здесь. Затем сгибаем ногу в бедре. Стоим в этом положении. И начинаем проворачивать наш дизобедренный сустав в одну сторону. Разминаем его. В другую сторону. Делаем то же самое на другую ногу. Для начинающих есть вариант попроще. Из позы стола. Сейчас покажу, как он делается. Мы стоим. И начинаем проворачивать бедро в одну сторону. И в другую. Это делаем на отмок. Это одно из упражнений. После собаки норды вниз. Мы снова выходим вперед. В позу воина. Один. В позу бегуна. Также в джинни асане. Мы заводим руку вовнутрь. И начинаем немного отводить бедро в сторону. Наверное, здесь не видно. Попробую в этом положении. И начинаем отводить бедро в сторону. Мягко. Проворачиваем дизобедренный сустав. После этого мы можем идти чуть глубже. Опять же, это для продолжающих лягу уже. Или еще более продолжающих. Уходим вниз. Отводим заднюю ногу в сторону. Кто более продвинетый, может это делать в лягуне. То есть отрывать колено от коврика. И стоять здесь. Мы вытягиваем бедра. После этого мы можем немного передохнуть балансами. И уже после балансами мы стоим на колене. Стоим, допустим, на правом колене. Вытягиваем левую ногу в сторону. При этом стопа у нас смотрит туда же, куда смотрит бедро. И начинаем сгибать ногу в колене. Продолжаем работать с дизобедренным суставом. Работаем над его раскрытием, подвижностью, мобильностью. Делаем это на одну сторону. Затем на другую. После этого уходим вниз. Уже потянемся ягодицами влево, вправо. Собственно, на этом заканчивается подготовительная часть. После подготовительной части идет основная. Работа с дизобедренными суставами. Мы уходим вниз. Выход. Стараемся остаться на пятке. Можем руками себе помогать. Какой бы получилось, можно это делать без рук. И начинаем перекатываться с одной стороны на другую. Здесь уже хорошо раскрыт дизобедренный сустав. И мы продолжаем работать над его еще большим раскрытием. Если человеку сложно, то он будет делать на той высоте, на которой ему позволяет его растяжка. Если человеку совсем легко, то есть вариант со скруткой. но, к сожалению, он пока мне еще не доступен. Я не буду его показывать. После этого мы уходим в париорита под додонасану. Ноги намного шире уровня плеч. Носки чуть завернуты вовнутрь. И мы от дизобедренных суставов как раз уходим вниз в наклон и стараемся не скругляться в спине. Делаем на тот уровень, пока у нас не начинает скругляться спина. Здесь нет задачи достать лбом до пола. Самое главное, чтобы спина оставалась прямой. В этом положении можно постоять пару минут. После этого мы уйдем к положению сидя. Собака вот доеднись, нога наверх, уходим вперед и уходим в капотасану, в козу голубя. Заводим голень перед собой, желательно под углом 90 градусов, но по мере растяжки можно регулировать эту тугу. Самое главное, чтобы не было болезненных ощущений в суставах, в коленных суставах. Тянемся стопой левой ноги назад. Можно покачаться в этом положении, привыкнуть к положению, привыкнуть к натяжению, которое чувствуется в ягодице и внутренней поверхности бедра. И уходим вниз. Стоим здесь. Потом делаем то же самое на другой жиле. Также здесь подключаемся. Потом идем вниз. Постоим здесь пару минут и уйдем обратно наверх. Идем обратно наверх. А уже после будем делать позу гамакхасуна. Мы постараемся сделать две ноги параллельно полу, при этом чтобы ягодицы у нас тоже были. Одна ягодица не была выше другой. и здесь мы вытягиваемся за рукой наверх и соединяем руку к плечу и суставу. Побудем в одном положении вообще правильно в нее выходить из пози стола. То есть мы стоим заводим одну ногу в сторону и начинаем за ней садиться на ягодицу. Вытягиваем левую руку наверх. И вытягиваемся в лопатку и чувствуем здесь вытяжение бедра и забедренных суставов. Очень хорошее раскрытие ее. И в лопатку. После этого мы можем сесть в ту стену. Желательно сесть в ту стену. садимся с прямой спиной. И желательно опять же повторюсь это делать у стены. Можно подложить кирпичик. Начинаем тянуть колени вниз к полу. Просегиваемся в таком положении даже минуты четыре. Потому что это требует времени растяжка. После этого собираемся делаем компенсацию. Заворачиваем бедро внутрь. А уже после расслабляем ноги. Вытянемся в дандасане вперед. Расслабимся побудем здесь пару минут. Затем компенсируем этот наклон полумостом. Поделаем по динамике где-то пять раз. Максимально плотно сжимаем ягодицы. Затем идем в клуб. Будет перевернута асана у нас. Кому она недоступна можно просто полежать с прямыми ногами подножив полагонию под поясницу руки внизу. Руки после плуга мы вытягиваем ноги в стороны медленно опускаем позвонок за позвонком затем укладываем на плесницу раскидываем правую левую руку в сторону рукой ногой вытягиваемся чуть за макушкой наверх то есть вперед делаем три глубоких вдоха и выдоха и затем шавасана в шавасане можно провести йогу нидру можно просто занимающимся дать кубиться не шавасане но это на вскоре не учителя еще раз повторюсь все положения если допустим придут пенсионеры например или люди у которых плохая подготовка то самое главное чтобы они соблюдали ахинсу естественно есть практически у каждого положения противопоказания но человек должен чувствовать сам отслеживать свое состояние где то допустим ему тяжело но он может это сделать ему это пойдет на пользу потому что у него абсолютно не раскрыт разобедренные суставы и легкой мобилизацией ему будет полезно но при этом не делать все через силу если пока что не позволяет суставу не что связки не стоит для тех кто наоборот более продвинутый можно делать давать дополнительные усложнения в позах например дополнительные скручивания в руках и ногах а может быть допустим в гамукасане можно еще в этом положении также уйти в наклон и так далее спасибо за внимание